МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они не виделись долгих 7 дней, а потому, выйдя на поле, улыбки долгое время не исчезали с лиц. Тренируемся нормально. Это не просто в силу того, что так не очень удачно складываются игры для нас. Вот. Ну, так. Оптимизм, я думаю, что сохраняется все равно. В одном из квадратов Артур Саркисов. Только ночью он вернулся из расположения своей национальной сборной. Играл против итальянцев. Тяжелая игра была. Хорошая команда Италия. Все прекрасно знают. Но игра получалась. Во втором тайме было много моментов при счете. 1-1. То есть могли забивать спокойно. Вот. Ну, так сложилось, что Италия – это Италия. И в конце нам забили два мяча стандарта. Я думаю, каждый мальчишка искренне желает и хочет сыграть когда-нибудь с Италией. Там, на одном поле с буфоном. У тебя был какой-то мандраж, выходя на поле, с грандами футбола? Да нет, не сказал бы, что был мандраж. Просто было интересно поиграть с такими профессионалами. На поле нет Бибилова и Григалавы. Зато несколько игроков молодежного состава. До поездки в Самару мы еще в Рубин съездим на товарищескую игру. А так, что ждать? Ждать. Матч будет непростой, конечно. Ждать максимальной отдачи от ребят. Ждать хорошей игры. Результат, конечно, может быть любой. В силу того, что соперник, в принципе, мы примерно одинакового уровня. После тренировки белосиних ждали гости. В расположении клуба появились болельщики. К сожалению, нашу съемочную группу на разговор между клубом и теми, кто неравнодушен к Волге, не пустили. Футбол без болельщика – это, можно сказать, совсем другой вид спорта. И когда команды играют при полных трибунах, содержание матча, как правило, другое бывает. Когда играют на каких-то тренировочных полях, без зрителей, то игра бывает совершенно другого накала. И мы чувствуем, в принципе, свою ответственность перед болельщиками. И футболисты чувствуют свою ответственность. И тренеры, и руководство клуба. Диалог нужен, нужен откровенный разговор обо всем. Не только там, об игре. О результате. Да, не только о результате, не только об игре, и не только о тренировке, но и обо всем. Ну а накануне на стадионе «Северный» состоялся футбольный фестиваль, посвященный 90-летнему юбилею самой титулованной российской команды столичного «Спартака». В ходе поединка ветеранов в красно-сенях с символичной сборной «Волги» в материале Ивана Евдокимова. Георгий Ярцев, Олег Романцев, Ренат Досаев, Юрий Ковтун и Федор Черенков. На этих именах и фамилиях держится, пожалуй, вся история советского и российского футбола. И вот все эти звезды игры номер один в мире на Нижегородской земле. Такого количества звезд футбола на одном поле не собиралось давно. А стадион «Северный» такого уж точно никогда не видел. Сами легенды признаются, столько не живут, а мы столько футбол играем. Чего стоит только Федор Черенков, 413 игр за «Спартак». Ренат Досаев, 335 матча, Олег Романцев, 14 лет, тренировавший красно-белых. Но и нижегородцы сдаваться не собирались. На месте правого хава неплохо действовал Дмитрий Сватковский. Ну а ворота Досаева раз за разом атаковал прокурор области Константин Кожевников. Но, как и в матче юниоров, разница в классе и опыте дала себе знать. Таким ювелирным передачам Федора Черенкова, наверное, и сейчас бы позавидовали плеймейкеры российских клубов. Ну а реализация в Агизах и Диитулина, как и много лет назад, на высоте. Удвоил результат молодой для «Спартаковской» команды, но не менее легендарный Евгений Бушманов. К нам приехали сегодня легенды российского мирового футбола. И, конечно, с этими именами, такими, как Ренат Досаев, как Юрий Гаврилов, конечно, связана целая-целая плеяда поколений российского, советского футбола. И то, что сегодня многие молодые ребята пришли на стадион и воочию увидели. Они из рассказов из газеты или из телевидения, из звезд, увидели, как играют сегодня наши нижегородцы, как мы умеем играть. Я думаю, что самый главный показатель сегодняшней игры, чтобы дети пришли и начали играть в футбол. Второй тайм нижегородцы начали с быстрого гола. Но спустя три минуты Юрий Ковтун шансов Андрею Сергееву не оставил. Отдать должное нижегородцам рук они опускать не собирались. И благодаря двум точным ударам братьев Капанадзе, кстати, в прошлом блестящих игроков нижегородского локомотива, счет сравняли. Несмотря на возраст, они показывают и одна, и другая команда интересный футбол. Умный, интеллектуальный, который сейчас, к сожалению, даже в высшей лиге не вижу. Итог встречи 3-3, но признаются легенды, счет в таких играх не главное. Это и для популяризации футбола, и вообще наглядное пособие молодым футболистам. Такие встречи, как считают ветераны, повлияют и на развитие профессионального футбола. А в сохранении за Волгой прописки футбольной элите никто не сомневается. Я считаю, что у вас очень сильный тренерский состав, в моем мнении. И Гаджи, и Кончельский, это очень умные люди. И, ну, во всяком случае, я им этого желаю, и буду очень болеть, потому что они мои друзья еще. Команда, в общем-то, такая крепкая, и в некоторых матчах, в общем-то, и играет, как бы перспективно, будем так говорить, да. Ну, если, может быть, еще в каких-то позициях укрепиться, тогда будет еще лучше выглядеть. Гаджи – очень опытный, грамотный тренер. Наверное, он найдет болевые точки своей команды. И я не скажу, что много видел игр «Волги», но видел их, и я думаю, что они могут достойно еще выступить. Борьба еще вся впереди, и будем надеяться на то, что «Волга» поправит свое турнирное положение. В рамках этого большого спортивного праздника, кстати, многочисленные болельщики стали свидетелями еще и юношеской встречи. Фестиваль «90 лет красно-белых побед» – пожалуй, праздник не только спартаковский, но и всей футболе России, Нижнего Новгорода в частности. Еще давно Георгий Ярцев сказал знаменитую фразу «Команду старости, но можно либо любить, либо ненавидеть, но и ненавидеть только с любовью». «Спартак» в России собрал, пожалуй, все возможные регалии, начиная от национальных кубков и заканчивая мелкими турнирами. Но всегда и во все времена кузницей красно-белых кадров была знаменитая футбольная школа московского «Спартака». Кстати, именно воспитанники этой школы, которая сейчас носит название Федора Федоровича Черенкова, открыли фестиваль. Соперник не менее титулованный бронзовый призер соревнований при «Волжье», юниоре Нижегородской «Волге». Регламент игры был не совсем привычный – два тайма по 35 минут. С самого начала игры разница в классе не совсем была заметна, да и гол красно-белых назвать логичным вряд ли получится. Но именно этот мяч и стал переломным в матче. После пропущенного гола юные «Спартаковцы», видимо, вспомнили, кто на поле наследники легендарных традиций и побед, да и, собственно, в честь кого весь этот праздник. Второго гола долго ждать не пришлось. Тяжело и приятно в одно время. Научились с ними. Техники побольше поддали. В самом конце первого тайма волжане несколько раз могли отличиться и счет сократить. Но забивали в свой праздник только «Спартаковцы». На перерыв отправились при счете 0-3. Сложно. Они там хорошо играют в пас. Мы не успевали за ними. Второй тайм от первого мало чем отличался. Состав белых и синих обновился на 100%, а вот красно-белые обошлись минимальным количеством взамен. В итоге во втором тайме отличиться соперникам не удалось. 0-3 победа «Спартака». Команда «Спартак» привезла сюда еще и мальчишек, которые, ну, посильнее пока нижегородцев. Но дело все в том, что это все наживное. Самое главное, чтобы у ребят не отнимать мечту, чтобы они, играя в детских командах, мечтали попасть в «Волгу». Я всегда за то, чтобы в командах было больше российских футболистов. Вот такое мы запомнили эту неделю. Если вы по каким-то причинам не успели к началу этого выпуска или хотите посмотреть его еще раз, пожалуйста, заходите вот по этой ссылке и наслаждайтесь. Ну, а я с вами расстаюсь ровно на 7 дней. Играйте в футбол, болейте за «Волгу». Смотрите программу «Волга-тайм». Смотрите программу «Волга-тайм».